2019 год подходит к своему завершению, а это значит, что многие организации начинают уже подводить определенные результаты работы. Так, ботанический сад может похвастаться успешно реализованным и работающим проектом лучик добра. Более подробно смотрите в следующем материале. На протяжении уже нескольких лет ботанический сад – это не просто оранжерея с тропическими растениями. Здесь можно очень хорошо провести время, успешно реализуется объединение «Зеленая планета», где занятия по экологическому просвещению проводятся для всех детей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. К окончанию 2019 года ботанический сад подходит с определенными итогами. У нас в этом году, благодаря помощи финансовой компании «Полиметалл», мы сумели реализовать проект. Да, это был проект. Проект назывался «Лучик добра». Мы подали проект на конкурс, и компания «Полиметалл» выбрала его для финансирования. Ботаническому саду очень нужно было помещение, где бы могли проводить мероприятия. Но столкнулись с такой проблемой, что катастрофически не хватает помещения. Был гараж. Так как ботаническому саду 32 года, за это время гараж пришел в негодность. Решили его разобрать и на этом месте построить класс для занятий. Не столько класс, сколько помещение. И построили. Конечно, благодаря большому количеству людей. Реализовать проект – это, конечно, колоссальный труд. Причем труд многих людей. Это так кажется, что сказали, мы реализовали проект, да, построили. Чтобы построить, нужна документация, нужны финансовые средства. Причем оформить нужно все правильно. Это помощь администрации города, это помощь отдела культуры, это помощь подрядчиков, которые выиграли конкурс, их ответственность и их профессионализм. И вот мы построили вот такой замечательный класс. Ввести ребенка в мир природы, дать знания о ее явлениях и объектах, проявить способность видеть красоту, воспитывать чувство бережного и заботливого отношения к ней – это важнейшие задачи воспитания, считают педагоги ботанического сада. Решение таких задач для детей с ограниченными возможностями здоровья оказалось более сложным. Чтобы помочь им в этом, была разработана программа для обучения особенных детей. Именно для того, чтобы осуществить задуманное, сотрудники ботанического сада приложили массу усилий для того, чтобы появился новый класс. Этот класс сейчас мы используем для проведения различных мероприятий. Здесь проходит и детский день рождения, здесь проходят различные встречи. Люди, которые хотят просто пообщаться, провести какую-то презентацию, они приходят к нам, пожалуйста, мы предоставляем это. У нас есть любительское объединение «Зеленая планета», где дети также могут заниматься здесь. Это светлый, уютный, теплый класс. И, конечно, подводя итоги, мы не ставим точку, мы продолжаем работать. А так как у нас появилось такое помещение, мы начинаем продумывать еще колоссальное количество мероприятий, уже для взрослых в том числе. И приходят к нам люди разные. Дети с ограниченными возможностями здоровья, взрослые, благодарят. В рамках программы социально-экономического сотрудничества «Полиметалл» профинансировал работы на сумму 2,8 миллиона рублей. При выборе проекта в компании сходили из того, что ботанический сад старается максимально привить как детям, так и взрослым очень полезную привычку – бережное отношение ко всему живому. Подводя вот такой большой итог, я, конечно, хочу обратиться к компании «Полиметалл». Во-первых, это они выбрали наш проект. Во-вторых, помощь при реализации, постоянно на связи, постоянно какие-то советы, очень хорошее, доброе отношение. Мне было очень приятно с ними работать. Поэтому в данном случае я всем своим коллегам хочу пожелать участвуйте, пишите проекты, пробуйте, и все будет у нас хорошо. Ну и всем на 2020 год, конечно. Реализация финансового благополучия, финансовых потоков и развитие нашей отрасли культуры. Ребенок постоянно соприкасается с природой. Это неиссякаемый источник духовного обогащения и вдохновения. Педагоги ботанического сада стремятся к тому, чтобы их воспитанники умели противостоять антигуманным действиям по отношению к природе, стали полноправными, рачительными хозяевами нашей земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова